так вас не видно добрый день потому что я приветствую вас любовью нашего господа иисуса христа я думаю что позже я сделаю установится видеосвязь я сейчас звоню вам с телефона на котором установлен skype и камера к сожалению здесь не очень такая сильная а в домашних условиях если господь нам даст общение такого взаимного то я думаю что сделаем мы запомните время когда вы вышли вот это время для меня подходящее самое подходящее пораньше еще минут на 20 я понял я понял сейчас мы уже готовимся ко сну и моли молиться уже все а вот если с самого утра вам звонить самого утра это как раз наше тоже время ну вот у вас разница с москвой какая у нас сейчас час дня здесь вот у вас сейчас час дня да да сейчас 8 часов вечера и 19 минут ага ну вот вот в этом 7 часов да да в этом небольшая сложность потому что я работаю на обычной работе вот и и мы найдем возможность да если нам по себе по нашему мне удобно если вы позвоните в 6 по вашему это будет в 23 выходит да 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 в 20 в 23 да вот 6 утра да мы встаем сюда в 4 40 поэтому уже молитва заканчивается в это время можно звонить у меня ведь я стеснен потому что у нас порядок такой я я очень понимаю поэтому старался насколько вот вам послать сообщение вот так узнать предварительно ну вот сейчас у нас хотя бы минут пять будет так для предварительно вот и говорите мы из храма пришли сегодня мы более свободны чем обычно ну слава господу ну во первых хочу высказать свою благодарность вам да за то что вы перестали слышимость нету слышимости если вы меня слышите знаете ничего нету ни одного слова не слышно не поля не палатки в интернете он написано в красном палатке в интернете вот видишь как еще теперь меня выключать не надо да нет он сам если что отучится но вы на том месте где говорили там что-то за андрея кураева благодарны и сразу перерывался за что благодарны я благодарен вам за то что вы несмотря на свой почтенный возраст овладели средствами массовой информации и превратили их в орудия распространения слова божия через это я с вами познакомился вы очень верно делаете это слава господу но второе конечно же вся моя мия мой сын ему 19 лет моя супруга мы настолько благословлены вашим вашей проповеди вашим служениями вы знаете я рюсь за моего сына чтобы он пережил духовное возрождение да и мне очень важно было как с какой жаждой он именно слушал ваше свидетельство да и каким авторитетом вы стали для него потому что ну как это бывает в своей семье ты для своего сына не всегда вот а вдруг вот он со стороны слышит то что его вдохновляет и впечатляет а у юноша ему надо духовное становление такое да вот так что ну и вообще конечно не вы меня то верите нет да вижу ой вижу вас у нас все снимается хотел сказать андрей мы выставляем в интернет вас это нисколько не должно смущать с удовольствием с удовольствием потому что полезно даже люди другие иметь вот сейчас звонили когда первый раз у меня только разговор шел в это время с латвией там из какой-то другой организации не из православной церкви юноша звонил мы его выстоим вы посмотрите его звать александр замечательно но алексей я тоже являюсь служителем из баптистов да вот но я искренне переживаю за православную церковь да как ну ты старик потому что я тоже из латвии да то есть я наполовину латыш наполовину русский мой отец был сослан в сибирь поэтому мне дороги сибирские места я там родился в омске да а моя мама сибирячка вот и в мои родители еще в то время безбожное уверовали и под следствием находились и поэтому вот ваши все эти заключения тюремные гонения за слово божиим это мне очень близко я это на себе пережил я не был ни комсомольцем ни октябренком не пионером совершенно сознательно отказывался как верующий человек от вот всех этих привилегий того времени искушений да но это благодарность родителям они прежде всего воспитали в меня да вот а когда уже в комсомол меня хотели принимать так я сам пришел и говорю а я хочу они говорят а что это ты вдруг захотел а я говорю мне статья ваша нравится борьба с религиозными предрассудками я вот хочу бороться с религиозными предрассудками потому что знаю что есть настоящая вера знаю что есть истинное слово божие а и предрассудков нам не надо так что у меня очень как в англии как оказались в лондоне как оказались я совершал в латвии тоже миссионерское служение и было время когда ну церковь поддерживала да материально но потом случилось так что связи с кризисом и так далее но та небольшая община в которой я последнее время вел служение пресвитера да это баптистская община она не могла меня материально поддерживать да и я старался всегда сам на себя зарабатывать но случилось так что семья оказалась уже в такой нужде да что я был вынужден просто поехать туда где мне предложили работу да вот и сейчас здесь в англии я служу помощником пресвитера у нас тоже небольшая община в нее приходят все и православные и протестантского направления все и мы ищем главное чтобы человек пережил рождение свыше вот и здесь в англии у нас очень большая беда здесь это из литвы латвии люди приезжают и многие а у о у попадают в глубокую наркоманию потому что здесь наркотики правительство выдает наркоманам чтобы они не шли не воровали ты каждую неделю можешь прийти в аптеку да и через врача встать на учет и получать свою дозу и здесь очень многие которые имели предрасположение укореняются вот мы для них служим наша церковь имеет это направление чтобы люди освобождались вот в районе вынголдена наша церковь находится ну и здесь известный такой район лондона и стараемся этих людей находить они уже один другого тянут переживают покаяние и освобождаются очень сложная работа с ними но она очень благодатно мы чувствуем что господь когда творит чудеса уже в таких жизнях которые закончены и грех уже их фактически разрушил мы видим чудо восстановления возрождения духовного и даже семьи создаются потом у этих людей вот это очень благодатная такая андрей я попрошу вас высушить нас пожалуйста мы в прошлом году в тринадцатом году вы считали какая у нас была позиция миссионерская да я с таким увлечением сейчас почти что с вами съездил туда мы прошли прошли за два года начиная от владивостока мы живем барнауле от находки и прошли мы 15 государств в прошлом году 130 городов а всего 444 пункта прошли и районные центры и 6 мусульманских республик мне 38 книг вышло из печати я еду во все библиотеки национальные районы везде дарю тираж то небольшой и вот нынче сейчас мы готовимся отсюда 27 мая будем выезжать 5 июня нам нужно пересечь шенгенскую границу это где-то в Греции примерно там нас ждут уже и дальше мы идем через Италию до Португалии дальше мы проходим по сверцевине Европы все государства захватить Скандинавию переходим переплываем в Прибалтику и уходим на север но у нас один пункт остался сегодня еще открыт и мы ничего толком не решили Англия и мы молимся об этом и быть может вы вышли на меня именно ответ на молитву вопрос вы являетесь ли гражданином Англии Великобритании я не являюсь гражданином Великобритании я гражданин Латвии но я имею здесь все возможности подождите кто звонит так говори так вы добрый так да да а уже подсчитаны это ушло у меня много времени я по отдельным главам считал потом по всем книгам Библия конечно программа любое слово я могу зарядить поисковик это Тимофей Хас оставил поисковик библейский так я так не отвечаю ты завтра захвати флеш свою и наши программисты тебя закачают с Богом благодарю тебя так Андрей вы слышите да я слышу сразу скажу что я хотел бы содействовать вашему попаданию в Англии и здесь насколько можно популяризовать ваше служение среди у меня в связи здесь есть знакомство с православной церковью мы стараемся отношения Андрей Кураев когда последний раз был я вот вам расскажу здесь в Лондоне да он при Московской пантреархии в центральном храме здесь проводил лекцию я на этой лекции присутствовал и там мы уже лично с ним познакомились и пару слов мне дали там возможность выступить я ему тогда задал вопрос я говорю когда в советское время мы сидели православные служители и баптистские в одной камере у нас была одна икона это тюремная решетка в которой мы видели небо и молились одному Бога и друг друга как братьев поддерживали и стояли плечом к плечу что случилось в наше новое время когда открылись возможности почему мы так развернулись друг к другу да вот такой я вопрос задал да и он конечно мне потом показал что мы с вами можем быть вместе только в тюрьме а на свободе только порозень вот но я ему сказал что мы от всего сердца его благодарим за его апоэлогетические труды вот и очень любим и молимся за него и вот когда я сказал что мы молимся за него вот вся православная аудитория зааплодировала да такое у людей было восхищение что можно быть все таки вместе если мы знаем что такое духовное возрождение и живого христа проповедуем вот и мы после этого с андреем договорились что мы проведем такой публичный диспут да с евангельских церквей и с православной молодежью когда он приедет в следующий раз он назначил священника отца максима ответственным за это дело и вот у нас есть планах это совершить но думаю что вы будете первыми в лондоне вы перейдите от андрея кураева вот так что готов содействовать вашему приезду мы здесь официальная церковь имеем право приглашать кого мы считаем нужным вот для служения здесь сюда вот в лондон то есть мы можем от вас получить приглашение можем может что нам для этого нужно вам послать какие данные чтобы это приглашение было действительно хотя бы мы могли дня три там побыть значит нужен полный список участников все паспортные данные вот ну основные паспортные данные так же как на шенгенскую визу то что вы предоставляете вот то нужно предоставить и сюда вот и мы тогда сделаем вас запрос вы в mail.ru знаете эту систему мой мир нет к сожалению а вы зарядите в гугл это как вот одноклассники вконтакте это отдельная система она очень простая и я в ней работаю вы там если допустим кузнецов там сто семьдесят тысяч а Игнатий Лапкин я один но у меня две страницы на одной я с голубем стою а на другой просто в зимней шапке вот именно на эту надо выходить вторая это контрольный модератор занимается им и вы на нее выйдете в друзья ко мне и потом все остальное я вам сделаю я ввезу в эту национальную библиотеку лондона свои книги подарить хочу а если мы попадем к вам туда нам бы удобно было и в Шотландию и в Ирландию попасть но все равно я не знаю как с Ирландией да то есть потому что она в Шенгене находится да вот но здесь порядок я через вас там ваших друзей оставлю книги чтобы они передали в ту библиотеку и они прислали письмо в дар хорошо значит тогда мы останавливаемся на том что я должен найти в системе как вы сказали мой мир mail.ru называется mail.ru а mail.ru да или мой мир по-русски и вы на меня выйдете прям сегодня и попросите с друзья но только там две страницы повторяю Игнатий Лапкин две больше нет это мои страницы обе дальше если вы в журнал ЖЖ Кураев зайдете вы там найдете три ролика где он говорит про меня в одном ролике он где-то выступает перед студентами и задает им вопрос я уже просмотрел я просмотрел это вот я оттуда то как раз на вас и вышел и теперь когда на него настали то нападать и вот Чаплин когда я даю полный ответ разбора Чаплина сто два две остановки сделал я просмотрел вот все косточки на которые вы его разобрали вот две сто косточки сто две да ну это хорошо вот я хочу напомнить что сегодня я разговаривал с Латвией вы обязательно прослушайте я там будет написано так Рига Барнаул Александр Игнатий ну а остальное вы увидите у него были вопросы я по ним отвечал он из протестантов каких-то новых ага он тоже вышел но я ему отвечаю я 51 год занимаюсь миссионерской работой да да я тоже хотел бы с вами с удовольствием обсудить какие-то и такие острые вопросы да но наверное после того когда у нас установится такое прочное братское общение конечно я позволяю себе остроту только на основе братской любви вот если ее нету тогда не надо и начинать так а вы на наш форум заходите? начал заходить это вот буквально тут последние события двух недель у нас там 1500 тем а видеоканал у нас там 1540 роликов там вы это ну там я не знаю плейлистов около 20 вы по тематике можете даже найти и последние и проще так я думаю что откладывать бы не надо с кем то поговорите кто бы мог взять на себя эту ответственность чтобы мы или с вами лично в плотный контакт по приглашению мы уже начинаем работать я принимаю эту ответственность на себя потому что пока я еще ну может быть есть еще кто-то здесь в Англии кто так сопереживает вашему служению но знаете что в нашей евангельской церкви евангельских христиан мы начинаем за вас молиться за ваше именно служение вот и хотим чтобы ну для нас это честь хотя бы молитвенно участвовать в таком конечно когда я приеду к вам если я приеду нас трое коллектив три человека и одна собака расскажи каким образом мы сможем с машиной туда с грузом проехать значит самая большая сложность будет вашей собаке ей нужно будет специальную поставить прививку у нас все это есть мы в прошлом году она с нами ездила у нее щип есть эта собака непростая она является чемпионом России я знаю о вашей уже собаке все то есть у ней все данные все справки все выписано да но там есть одно правило пересечения пересечения ей нужно именно дать я его уточню да потому что я сам тоже с собакой пересекал границы там есть определенная значит от вошек всяких да нужно употребить лекарство и которое действует вот в 48 часов правило 48 часов и это нужно подтвердить то есть это нужно наверное где-то во Франции будет на пересечении но мы эти все нюансы потом это уже самый конечный момент три человека все подробности остатки скажите в общем у вас будет трое в лодке не считая собаки да пересекала марсу у нас с нами грузопассажирская газель мы едем с грузом я беру полных комплектов 25 это 38 книг начиная с Греции мы доходим и в каждой национальной библиотеке я дарю книги собираем людей мы идем очень быстро у нас короткая программа даже не минуту а секунды мы сжимаем и вот и нам нужно успеть а кое-где остановиться ну остановки сейчас вот на Португалии назначают Франция Германия в Германии нас ждут эта самая большая остановка там моя племянница вызов делают нам из Германии то есть шенгенский нынче визу открывает если мы откроем опять же через Германию а вот отдельно Англия она у нас никак не решалась тут какие-то наши легионеры работают в Томской церкви мы пытались через них а не французы ну намного лучше если это именно в Англии да они косвенное отношение имеют к Англии а тем более англичане французов до сих пор недолюблены они больше навредить могут там не надо афишировать что мы с ними в хороших отношениях хорошо это вы имеете ввиду когда в посольстве будете английском я в свое время на английском языке разговаривал ага я в Америке был в 92 году я самостоятельно языки изучал это у вас великий дар 51 год назад было да я за 4 месяца английский самостоятельно изучил за 5 примерно так в армии а немецкий изучил за 6 месяцев у них проповеди говорил в их молитвенных домах у меня с сектантами вот это называем сектантами что не православные не в обиду а просто так принято в разы и очень хорошие отношения мы через них получали библии там Сипко был такой старший присветер и мы наладили сюда целый канал шел библии новая завета и детские библии а у меня были выступления я вел занятия в 5 университетах радио 5 только районных отделов милиции городское краевое все воинские части это все мне принадлежало и везде я ехал с библиями мы оттуда тонн номинара везли ну юрий Сипко значит это первый присветер в союзе баптистских церквей россии вам именно служил этим мы платили все оплачивали везли и не добавляли ни копейки не считая дорожных расходов то есть ну вот значит мы все таки можем находить единение ну еще вот ради Христа и погибающих душ вот я вам скажу один маленький случай он у меня описан уже когда я поехал знакомиться с родителями жены своей это Кызыл Тува и там познакомился с местными баптистами а они разделились отделенные и во всех которые находятся но они очень скорбели об этом и когда я к ним пришел я упросил их чтобы они собрались в один дом они не хотели собирать уже два пресс-фейтера все и мне дали слово и у них произошло полное примирение объединились две баптистские общины там столько слез было восклицаний и каждый считал что я с их стороны блаженный миротворцы Игнатий да вот это я знаю какое это большое чудо потому что те которые в советское время ушли в подполье и это подполье им кровью далось да им очень тяжело принять тех которые остались ну в привилегиях внешних да из вот этого официального союза но вот на этой православной церкви также катакопная была да вот и официальная тут невозможно примирение невозможно да потому что эти с властями полностью сращение и ну тут вопросы если у вас будут потом еще встретимся по скайпу у вас может быть там будут люди которые пожелают заранее познакомиться по скайпу чтобы вы там были где будет у вас из дому то мы могут задавать вопросы со своей стороны только сразу я хочу предупредить что я никогда не спорю я один раз говорю и на этом все моя задача возвестить а не спорить а аргументами можно в отношении позиции какой-то вот просто обмениваться пожалуйста любую то есть не то что вот друг другу противостоять а вот как братья вот ты видишь так почему ты так видишь из слова божие какие аргументы да вот и можем обмениваться вот так вот но именно провозглашая того что мы видим друг в другах братьев да кровных братьев кровью Иисуса Христа сближенных это самая большая цена и это это нельзя ни в коем случае повредить никакими спорами да которые вторичные вторичные вопрос меня спрашивают баптисты спрашивают я в Америке был когда выступал у них меня возил туда теперешний митрополит Иларион вот и ну как вы видите вот это так мы согласились вот здесь есть один Питер Гилквист у него 2000 человек когда пришло из разных других течений стали православными ну вот вы как признаете что у нас Дух Святой это обратил нас наркоманы обращаются это труд Духа Святого дальше я им объясняю с чем мы не можем согласиться церковь однажды была создана однажды ни дважды ни трижды и у нее начало только в апостольских временах где рукоположение идет оттуда это центральный вопрос и я даю то наработки когда собрали старшие пресвитера сидят митрополиты я к примеру вам говорю не конкретизирую ничего как это сделать чтобы ваши знакомые старшие пресвитера из них вы избрали хотя бы троих двоих но не меньше двоих и чтобы вы осознали что вам необходимо возобновить апостольское рукоположение благодатное через которое нисходит Дух Святой и пойти к православным и архиереям и сказать мы это поняли и мы хотим получить настоящее апостольское рукоположение не от самозванца там как у баптистов или у иговистов у эти там Джона Смита от кого попало а именно от апостольских по непрерывной хиротонии вот я показываю конкретный путь как это сделать они согласились рукоположили вернулись ну и всех своих перерукоположили когда нужно было проверить правильно написана Библия ну Ветхий Завет евреи изъяли все абсолютно списки по всему миру и заново сверили тогда только раздали то есть это возможно и когда я вот беседую где-то с православными то они никак не могут понять как вы можете признавать какая это может благодать я говорю а как вы думаете кто может назвать Иисуса Господом как только Духом Святым это центральный центральный стих в этом и вот мне вопросы задают в университетах а что мы вот вы видите такие недостатки в церкви как вы можете в православии находиться когда вы вы совершенно к нему не можете относиться зная Писание идете по Писанию я отвечаю это церковь церковь со всеми недостатками там хоть тысячу раз будет лучше оно не может быть потому что не от начала идет а что бы вы сделали будущее патриархом вот для православия мой ответ первое прекратить строительство всех храмов все деньги бросить до издания новых заветов и сразу же в один день я открою как я патриарх со мной прошу не спорить уже вы меня избрали вот и тысячу училищ открываю училищ училищ а где вы возьмете преподавателей у меня знакомые маптисты хорошее отношение я обращаюсь во всех бэк отделенным и говорю у вас есть люди такие которые здравомыслящие а вы за кого нас считаете конечно нам в православии нужны преподаватели ну я патриарх я беру вас тысячи человек можете набрать одно условие вы подпишете бумагу все что мы нигде не будем трогать православную нагматику у вас только два предмета будет как научить любить господа как родиться свыше быть исполненным духом святым и как любить святую библию это в двух вопросах вы согласны согласны вот давайте начнем с этого работать вот я как я слышал о вашем проекте он меня конечно вызвал восхищение и вообще это одно из чудес господа что вы человек который прошли не просто прожили жизнь непростую а соприкасались ну вошли в самые глубины ее тюрьмы вот это все и остались таким романтиком да это романтизм это романтизм дыхание духа божьего да потому что он порождает такие невероятные надежды Андрюша я вставку сделаю у вас есть Кэстонский институт там в Англии в Лондоне ага и директор Кэстонского института Ксения Дэднан прослышала про нас и прилетела в деревню потеряем ой ее с Останкинской башни ее провожали она приехала а вы запишите сейчас себе Ксения Дэднан да да я хочу я тоже знаком с этим так она написала какую статью что Игнатий романтик вот ваши слова еще и вспомнил она до того нам понравилась она такая чистая она такая приятная она англиканка ага замечательно вот хорошо ну вот мы обменялись и конечно я хотел бы по поводу именно вопросов священства рукоположения преемственности с вами поговорить так откровенно ну думаю что это надо нам сперва более укрепить наши духовные такие связи да вот и потом побеседуем открыто честно вот обменяемся нашими взглядами главные вопросы у нас главные два вопроса первое священство и второе церковь два вопроса а остальные второстепенные просто сходу дело в чем когда я был в Новосибирске жил у нас там встречали беседы с баптистами ну зарегистрированные не регистрированные это отдельные встречи у нас были дело в том что я обратился в 62 году вы знаете где я обратился да да вы пережили рождение свыше в Латвии пятидесятников но я не получал никаких языков они тогда были объединены с баптистами объединены да объединены одно но у всех бы все находилось и там у меня было это перерождение я получил Библию вот самое главное я у них был там проповедником но все знали что я православный меня Господь вот именно таким путем вел это мой путь и меня уже давно священником бы сделали архиереи и уже сколько за мной гонялись они и я епископом мог быть бы уже но встречался с кем они хотели я говорю это не мой путь я знаю свое предназначение и когда сидели среди епископов в Нью-Йорке в Синодии я им все рассказали митрополит Виталий подумал да пожалуй вы правы кое-где вам бы эта риза закрыла вход да я от народа ничем не отделен да вы знаете и у меня вот меня впечатляет то что вы подчеркиваете духовное рождение да в моментальном преображении личности то есть глубокое раскаяние перед Христом открывает сердце для той благодати которая вы подчеркиваете это очень часто моментально преображает человек да и я пережил такое же потому что я как и вы никогда не верующим не был да и у меня была поездка на остров Валаам да там вот эти православные скиты и там я встречал значит яромонаха Мефодия такого это славянин македонянин который из-за любви к русского народу выучил ну они славяне тоже но он выучил русский и отправился в Россию да и вот там я ему свидетельствовал о том как именно я предстоя перед вот этим выбором 17 лет мне какой мне жизнью жить вижу пример родителей и понимаю что в душе у меня пустота Христос еще не мой спаситель я не могу решиться призвать его в свою жизнь потому что искушение и вот у меня было одной ночью такое томление когда я понимал что я вот должен сделать выбор либо со Христом на всю жизнь либо я отправлюсь в этот мир в Кушу вот там и не знаю вернусь ли я оттуда или нет вот все эти греховные прелести и тогда я просто возопил ко Христу спаси я даже не могу сделать этот выбор не могу принять это решение и когда я так обратился на нему я вдруг увидел такую нечистоту своего сердца потому что у меня просто была пустота я понимал что Бог мне нужен чтобы наполнить сердце а тут вдруг он показывает мне какое у меня сердце сколько я ведь внешне не грешил я был девственником у меня не пил не курил так воспитан был и мнение у меня у меня себе было такое хорошее и вдруг мне он показывает что все мое доброе это это превозношение это самолюбование это столько гнили в моем сердце и тогда я возопил господи прости и не мог остановиться я около часа просто рыдал произнося одно слово прости и прими такого грешника и потом в одно вот помню мгновение вдруг все в сердце утихает и приходит такое умиротворение как Иоанн говорит Иоанна Христос говорит мир мой даю вам не так как этот мир дает я даю вам я пережил это умиротворение я понимал этот дух сходит в мое сердце это теперь новая жизнь но уже не в своих усилиях а вот этой благодати в которую я должен хранить ее ценить как величайшее сокровище вот оттуда началась моя христианская личная христианская жизнь и когда я Мефодию отцу Мефодию это рассказал он говорит ваше обращение вот это это перфектно вот он так выразился да не совсем русским словом да у него македонский такой акцент но почему говорит вы не православный почему вы не в православной церкви это мне баптисты говорят почему вы не баптист да я вот и мы потом пошли в его келью вот напротив икон напротив образа Христа вот иконостасного склонились помолились и так вот как братья расстались я ему говорю пожалуйста молитесь о мне а я буду молиться о вашем служении и потом случайно через два года смотрю передачу а его там на Валааме старшим делают вот на острове Валаам вот ну и как-то приятно было да что у нас такие братские вот молитвенные отношения сложились поэтому прежде всего вот такое принятие друг друга нам позволит открыть двери к этому миру который не может вообще сориентироваться в элементарных вообще понятиях Евангелия вот поэтому дай Господь нам продолжить это общение и может быть в следующий раз я уже позволю более такие острые вопросы с вами вот эти обсудить вот но только в укреплении наших братских связей и я на этой на следующей неделе значит я постараюсь здесь встретиться с наша церковь входит в объединение да то есть не лично церковь а объединение будет делать вам приглашение я должен посоветоваться убедить их в необходимости этого да вот в том что вы самый евангельский православный вот которых я когда-либо встречал вообще в евангельских наших церквах вот ну конечно тут надо молиться чтобы у всех дело Божие я верю что Господь откроет сердце а вот вы рассказывали андрей когда вы были там в комсомол тоже пришли сражаться с религией я наоборот родился в старообрящей семье с крепкой верой именно так как меня учили евангелия слова не слышал библию не знал я знал что здесь жили люди вот так отец рассказывал он безрукий инвалид с войны был и у меня была задача одна вырасти и стать террористом отомстить коммунистам за поруганную родину то есть у меня биография савла была самая настоящая была бы я в такие секции стрельбы боксов техникуме записался в армии и а Господь приготовил для меня путь другой опрокинул и повел но хотя меня Господь по молитвам моей матери сохранил я не знал ни воровства ни одного матерка за жизнь не сказал по сегодняшний день ни женщин это Бог сохранил но я абсолютно точно знал что я умру и буду в аду меня Дух Святой не допустил к обману я не знал выхода любил нищих там найти кому-то помочь сделать это у меня просто как натура моя была в этом но Господь вот привел привел через слово Евангелие меня никто не уговаривал мне дали Евангелие а сами в другую комнату зашли эти 50-ники баптисты и когда они зашли я уже готов был вот на моем сайте если вы нашли книга там я тут показал сайт для слова Божия Ньюс там именно мое обращение как я обратился у меня потрясение было громадное а переход от смерти в жизнь для меня все засияло я встал с молитвы я совершенно другой это не я и я дальше на Лоцманске катерок сажусь уже ехать надо на корабль и только через фальшборд перешагнул и первому кто матрос был второму всем начал говорить а я до этого только добился разрешения три курса сдать за один год по выбору комиссии на английском немецком или французском и я понял это мне ничего не надо мне блестящие характеристики а на утро караван кораблей узнали Лапкин сошел с ума мне пришлось уйти оттуда и дальше началась вот эта полоса гонений тюрьмы психиатрия все это господь дал как радость подтверждение что правильно избран путь путь радуйтесь веселитесь я вот благодарю за эту встречу это ответ на молитву все молились что мы с вами встретились и вот вы будете с кем там говорить чтобы господь расположил это сердце облегчить наш туда переход нам нужно там не более трех дней никак не больше иначе мы из графика выбьемся ну три дня это уже максимально а так может быть до два дня успеем можно нет шотландию передать я не полные комплекты трехтомник нового завета изданные с толкованием с полом с откровением по вашим меркам это 75 евро стоит а полный комплект книг 750 евро то есть это это национальные библиотеки эту цель я должен выполнить если мы не попадем в Англию мы будем проходить рядом значит я где-то во Франции или где книги все равно оставлю они у вас будут там в Англии мы обязательно встретимся если не получится этот раз да в Англию попасть я верю что он все равно произойдет может быть специальный визит совершил нет не будет это только последний раз вы на это рассчитывайте никак не может быть книги кончаются и я не могу поехать следующий год если мы будем я работаю только по центральным районам за Москвою вот Ростовская область там Краснодар Ставрополь это все мы прошли Крым Украину Белоруссию это мы все прошли нынче ну вообразите 444 пункта за два года мы прошли это вообразить невозможно 56 сел мы прошли в каждый дом занося даря Евангелия только за два года там мы подарили кажется 30 тысяч Евангелий вот еще раз хотел уточниться а почему если этот раз не получится то уже не получится никогда не получится у нас книги кончаются и у нас работа только по России будет а просто поехать я не могу я еду это все входит в маршрут не получится понятно это столько времени значит приложим двойное усилие к этому да это последний раз где этот пункт вы узнаете насчет собаки как насчет нашей машины машина отечественная нам говорили вас за границу не пустят нас везде пропустили у нас задержки нет за машину не беспокойтесь все если страховка есть европейская у нас все есть страховка грин карта все есть абсолютно подтверждение что мы едем у нас с собой есть евро на каждый день по 60 евро осталось уговорить английскую королеву вот так насчет королевы если там в их дворце есть русские то подвезти меня к этому дворцу я постараюсь четыре книги подарить мы думаем побыть у папы франциска и венедикта подарить книги даже так да у меня желание проникнуть в монако главный егорный дом мира да но вы как апостол павел вот значит я хотел сказать считай это мы считаем пророка авоса там 8.11 будут ходить от моря до моря и ища где услышать я решил пока этого не случилось пройти от океана тихого до атлантического и везде приготовить чтобы люди могли находить и считать да а вы знаете вот насчет слов пророка пророка амоса в евангельских церквах вот особенно у баптистов есть такая песня что звучат слова пророка амоса что он написал поем поем что люди будут ходить от моря до моря ища слово божие как жаждой томимый народ скажут лучше слово господь вернется сам вот будет этим людям что слово божие не услышат вы знаете я когда-то услышал толкование православного одного служителя вот и с ним полностью сегодня сегодня соглашаюсь что это время уже сейчас приходит он говорил так это не значит что у нас не будет книг священного писания это не значит что проповедников не будет а это значит что люди в проповедниках не будут слышать живого слова божия открывая библию не будут ничего в ней видеть вот это страшно что сегодня так мало жизни в словах проповедниках так мало живого богоявления и Христа в проповедях да в литературе которая написана поэтому я вам даже так скажу у меня хронические мигреневые боли я начал слушать вас у меня прошли эти боли да не полностью но половина я стал в два раза больше работать да прямо чудо произошло вот какое не только сердце очищается а даже на тело влияет что Андрей послушай мы нынче приехали в Азербайджан а я переписываюсь с мусульманкой она преподаватель корана в университете была в школе вот а муж у нее мула мы к ней приехали она вот так вот задержится я не могу зуб болит я говорю с Амира пошли в город ребят оставил здесь отдыхать мы пошли в мещеть я зашел в мещеть помолился там с мусульманами беседовать ой она идет дорогу остановилась она меня зовут отец учитель у меня боль прошла зуб не болеет я говорю а я при чем тебе ты просто напряглась а так мы сходили в мещеть а потом пошли в православный храм это интересно и у меня выставлен ролик где я в доме беседую с мулой и мы взял и сбрал тему я считаю с мусульманами центральный стих римлянам 6.23 возьмите за грех смерть вы посмотрите найдите его этот ролик у меня здесь вот это интересно а где прямо на нашем форуме зарядите в поисковик вот внизу где храм христа спасителя а справа туда смотрите окей а повыше общий поиск вот она и в него зарядите переписка с мусульманкой слово переписка и там это все стоит обязательно просмотрю потому что мне эта тема очень дорого я проповедовал мусульманам и я видел искреннее обращение мусульман которое ни в какое сравнение не идет с тем обращением вот в европейских странах да или даже русских это такие слезы это такая дача Христу да которая меня просто потрясла и у меня в миссионерской работе образовался метод да я проповедую Христа на основе Корана вот я изучал Коран мне очень помог в моих убеждениях укрепиться Владимир Соловьев да вот его работы о мусульманстве и вы знаете я считаю что Коран это мостик мостик который если мы правильно его используем прокладывает путь ко Христу да как для иудеев Ветхий Завет так для всех потомков Измаила дан был Коран чтобы восстановить единобожие прийти к Богу а дальше надо изучать инжил сам Коран говорит то есть если ты уверовал в единого Бога а какой путь к личным отношениям только через Христа только через Христа и вот когда это им показываешь да на основе их авторитетов ой какие обращения вот смотрите я сейчас вам покажу так подожди у меня еще тут это ушло минутку вот наш сайт вот я его открыл вы его увидите как есть и вот я сейчас стрелкой показываю вот все книги издания вот слева по образом Иисуса Христа и там 30 томов открытым оком вы сейчас запишите 18 том вы смотрите нет его скачать целиком весь том я посвящаю Корану я разбираю весь Коран по сурам и аятам в сравнении с Библией и все что о мусульманах было сказано за 1300 лет замечательно теперь если вас интересует запишите я сейчас скажу а 23, 24, 25 три тома они посвящены Талмуду еврейским 12 книгам и все что было об евреях сказано писателями поэтами политическими деятелями за 3600 лет в сравнении с Библией у меня все все везде называется во свете Библии Бог дал мне знание этой книги и любовь к ней да здесь же здесь же Лондон чем интересен здесь все культуры мира собраны вот в одной такой концентрации и здесь есть синагога евреев которые полностью обратились ко Христу да вот стали мессианскими евреями и есть мечеть где вместе с Мулой начали исповедовать Иса Иисус как личного спасителя приняли инжил полностью стали нашими братьями и сестрами да вот здесь очень уникально в Лондоне вот эта жизнь и конечно вот все это пока зародыши я верю я верю что при правильном подходе мусульмане открываются для Христа как никто другие да но мы к сожалению неправильно к ним подходим мы себя противопоставляем сразу же им вот а они тоже имеют божий промысл промысл они промыслительно подготавливаются к принятию Христа я помню как главный мула России муфтий да поздравлял христиан с Рождеством я уже имел эти убеждения он говорит вы знаете мы мусульмане вас поздравляем не с вашим Христом а с нашим Христом потому что мы верим что Иса не Мухаммед а Иса будет судить мир и каждый мусульманин совершая хадж туда в Мекку он встречается с единственным ликом там оказывается выгравен лик Христа у них он говорит он уже при жизни себя готовит к вечной встрече с ним так это все это предпосылка для того чтобы если вы хотите в этом судье с которым вам обещано встретиться узнать своего оправдателя да быть оправданными то примите его сейчас как спасителя все и принимают вот в нашей церкви несколько семей там в Латвии было из мусульман какие у них глубокие искренние обращения вот они уехали в Азербайджан и там сейчас свидетельствуют и пробуждение там есть глубокие обращения прям дух божий такими чудесами вот только им стоит Христа показать им начинают во сне приходить сны снится знамения совершаться что это истинный путь божий потому что они такие вот и слава Господу обращаются поэтому спасибо за ваш труд я думаю он его надо тоже популяризировать и он будет серьезным фундаментальным вкладом в эту новую миссиологию с новой основой для мусульманского мира так же вот спасибо за этот разговор за ваше открытое сердце и для меня это была большая привилегия вот положить начало нашего общения да я рад видите у нас так много общего вот это обращение какое у вас было вот как у меня был этот переход от смерти в жизнь это совершенно другая жизнь правда слава Господу за эту милость которую мы пережили одинаково вот и будем в ней стоять наша общение необыкновенная у нас служба окончается когда у нас есть и с баптистом которые стали православными и они знают все пестопения там были хористами и у нас вся община сидит и поет баптистские пестопения мы где-то пестопений наверное 60 знаем и новые которые есть там гори огонь гори всегда горит там это он поменяет собой холодные сердца да 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 сделал теперь дал нам новое имя нас зовут христиане мы все это поем каждое воскресенье замечательно и когда меня судили меня судили из-за ярла пести у меня была очень большая сказать фанатека его сто тридцать шесть часов слушать это прямо оттуда мы получали из стокгольма у нас в латвии были хорошие отношения группа иосифа бондаренко да так вы даже с иосифом бондаренко знакомы не знакомы я лично с его людьми ага с его людьми с людьми тамара умнова которая стала женой этого которого убил кришнаид голову отрезал григория ну племянник суслова это в моем доме он обратился ага ну вот как замечательно но ярл пестия это можно так сказать святой баптистов да потому что он совершил великий великое подвижничество радио проповедников советское время я помню как мой отец записывал на эти бобины ленты пестия глушилки идут да глушат христианскую радиостанцию а все равно он потом это распечатывал и так воспитывались проповедники вот так вот это была школа евангельского знания вот он многое совершил у нас когда было вот выходят люди здесь закончилась у нас литургия заходят и мы слушаем дальше сидим уже в трапезной и слушаем ярлу пестия таких общин нету у нас иконы висят а между иконами надписи на стенах из святой библии понимаете как где лежит евангелие у нас лежит специально в русском переводе так как в золоте библия большая специально спецзаказ был выполнен у нас библия да да ты у нас наше общение я думаю что ему предела не может чтобы выразились в одной слове что разольюсь опять по морским берегам это благодать у которой нету границ но к сожалению мое время сейчас ограничено я свой обеденный перевод использовал Богом отключайтесь до следующей связи дай Бог Господу вы всегда в наших молитвах здесь в Лондоне до свидания прочитайте спасибо аллилуйя как Бог съел это чудо ух ух еще холоде здесь оказался совсем не так как мы думали что я не так